Скажи, мне очень нравится, когда в одном заявлении будет частная жалоба на частную жалобу, на определение на частную жалобу, на определение на частную жалобу, на определение на частную жалобу и на целый лист. На каком основании ты изменил формулировку закона? Вы не хотите, без проблем. А что вы тогда бегаете, свет отключаете у меня? А я говорю, идите в суд. Подождите, идите в суд. С чем идите в суд? У меня нет ни одного документа. С чем я пойду в суд? Я не плачу, потому что у меня нет ни одного документа, а они тебе документы не дают. Ну как ты должен поступать? Верить на своего, что ли, или как? Бояться и платить. Потому что они знают, что эти документы сфальсифицировали. Вот и все. Безумно и добросовестно. Я хозяин. Я здесь хозяин. А не ты. Ты еще лишь слуга. Слуга борзевшей. С одной стороны, я деньги хочу получать, но документов я тебе никаких не дам. Для меня УК без ВЖР – это неуполномочие на лицо. Они не подтвердили свою полномочия представлением надлежащих доказательств. И действия свидетельствуют о том, что они действуют в обход закона. Сказать, что трусливые бегают и прячутся. И подсунули документы, которые не имеют юридической силы. Вопрос, почему они так делают? Потому что ты ковырнул те вопросы, на которых основана вся их мошенническая схема. Вся. Это маленький козырь они тебе. Они подставились. Ну, а у нее, смотри, начинается. Первый, второй, третий. Первая. Вот этот. Пункт 1, часть 5, статьи 162. Договор управления заключается в случае, если у управляющей компании решение выбрано общее собрание на срок не менее, чем один год, не более, чем на пять лет. Первый вопрос. На каком основании ты изменил формулировку закона? Второй вопрос. Договор-то заключен или не заключен? И на какой срок? А он остался за рамками. Решения-то нет по этому вопросу. Норма права указывает на то, как должны быть установлены, как должны осуществляться правоотношения. Договор заключается. Так заключен он или не заключен? На какой срок заключен? Между кем и кем заключен договор? То есть вот у нас с тобой, что не вопрос. А можно ли, вот так он дальше, второй, следующий абзац. При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении договора управления домом, да? Такой договор считается продленным на тот же срок. Минутку. Ты сначала определись, договор-то заключен или нет. Договор-то заключен или нет? Он об этом не пишет. Он пишет, что на основании лицензии. То, что вы продали ему лицензию, это не означает, что его выбрали, что с ним заключен договор. Размещен договор управления, почему он там размещен? А почему его в материалах дела нет? А почему ты тогда его не исцеледовал, а? Как положено. Между кем и кем заключен договор управления с указанной управляющей организацией? Между кем и кем? А ведь это главный вопрос. Они связаны с полномочиями направлять тебе документы, уведомления о том, что будут произведены отключения. Если договор не заключен, нельзя эти его расторгнуть? Как можно расторгнуть договор, который не заключен? Ну, не заключен и не заключен все это. Я понятно объясняю? Угу. Теперь вопрос остается открытым. Произведены какие-то либо действия в отношении того, что в отношении тебя. Там, насколько я помню, вот этот, типа юриста, да, бегает? Матюшенко. Матюшенко. Значит, последствия своих действий он представлять не может. Первое. Если действительно правоотношения установлены, тогда все документы передаются стороне по делу. А он, типа, вы к нам обратитесь. Ты кто такой, чтобы я, кому это к вам? К Матюшенко обратиться или к кому? К кому обратиться-то? К нам обратитесь, это к кому? Вот он. Так я же откуда знаю, я не успел спросить. Да, Криняда. Тут вопрос. Вопрос. Они приходят, они отключают. Если правоотношения установлены, эти правоотношения основаны на договоре, значит, должна быть ссылка на договор, предложены документы для ознакомления и подписания. Если ты отказался подписывать, тогда приглашаются свидетели, которые подписывают эти документы. Я вот посмотрел ролик, я вижу, что тебе документы не предложено было подписать. Более того, я требовал документы. Я видел. Но важно, чтобы они тебе предложили подписать, а ты бы отказался. Взяли какую-то ту, ту пригласили, которая там, извини, а она какое отношение, чего она? Ну ладно, она как свидетель будет проходить по данному делу. Пусть подтвердит, что тебе это... Пусть подтвердит, в принципе, страшного ничего нет, что она там подписала. По одной простой причине. У тебя видео есть, которое подтверждает, что тебе не дали возможность ознакомиться с этими документами и, значит, ознакомиться и их подписать. То есть эти люди готовы идти на подлог документов. Более того, вот их действия свидетельствуют о том, что они действуют в обход закона, в обход сделки. А раз они действуют в обход сделки, мы с вами, мы с тобой взрослые люди, прекрасно понимаем. Если у нас установлены правоотношения, значит, мы эти правоотношения как минимум регулируем. Возникают какие-то споры, мы их выносим сначала в судебном порядке, потом в судебном порядке разрешаем. А здесь приходят люди, фактически производят какие-то манипуляции с оборудованием, которое им не принадлежит. Оборудование им не принадлежит, имущество им не принадлежит. И они производят какие-то манипуляции, без разницы, под видом совершения каких-то законных действий. Так, законные это действие должны быть основаны на сделке, а сделки нет. Вот я просмотрел ролики, начиная, и вот этот ролик внимательно посмотрел, и ролик, который был связан с этой, который ты там пришел защищать, как вот там директор-то еще видел, предыдущий директор. Чураков. Вот я внимательно посмотрел, он ссылается на договор между организацией и кем-то, а должен ссылаться на решение общего собрания собственников, в котором указаны условия договора управления, и договор управления, который заключен с этими собственниками, на которые он ссылается. Почему этот вопрос сострательно избегает? Ну, вас, вы-то понятно, вы, скажем так, эти вопросы не знаете. Тогда не знал я. Ну, сейчас решение общего собрания собственников, в котором указаны условия договора управления, они указаны там, их там нет. Тот протокол, он был заключен на один год. Условия договора там не прописаны. О каком договоре идет речь? О каких условиях? Правоотношения, установления. Так, протокол – это односторонняя сделка. Принять решение об установлении правоотношений еще не означает установить правоотношения. А теперь вопрос относительно… Щит-то закрыл ты на свой замок? Нет. Вот хотел с тобой проконсультироваться. По идее, надо ставить петли, это свой навесной замок. Да. Ставишь петли, свой навесной звонок, пишешь, где находятся ключи от электрического щита. Все правильно. Ты закрываешь, ставишь, указываешь, где находится ключ. Будет говорить, нам должны быть ключи, давайте документы, подтверждающие ваше наделение вас с полномочиями. Давайте этот вопрос… Вопрос остался открытым, он не разрешен до настоящего времени. Мы с тобой подали заявление, а где ответ на это заявление? А они же завернули. В смысле завернули? Они отказались получать. Че, раз… Прямо так им описано, отказались получать? Ну, по трек-номеру, да. Отказ получения корреспондент. Магу. Отказ получить? Угу. Ну, раз отказ получить, то это… У тебя все документы есть, да, что они отказались получать этот документ. Значит, раз они отказались получать, значит, это как раз и говорит о том, что между тобой и управляющей компанией отсутствует правоотношения. Отказ получать говорит о том, что, еще раз, 406-я статья Гражданского кодекса, надлежащее исполнение. Ты же обратился с ними как с определенным вопросом к ним. Для чего? Для того, чтобы они могли принять надлежащее исполнение твоих обязательств. Я так правильно понимаю или нет? Угу. Ну, ну, давай вот какой документ там, я сейчас подниму и посмотрю, что там у нас. Угу. 14 июня отправляли. 14 заявления, он отлежащему исполнению обязательств. 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 Ну. Угу. Ты где-то опубликовал этот документ? Нет, еще. Надо опубликовать. Вот сейчас сказать, что трусливо бегают и прячутся. Это же как раз недобросовестные действия. Твои действия все добросовестные. Ты обратился, тебе ответ сказали и подсунули документы, которые не имеют юридической силы. Вопрос, почему они так делают? Вопрос. Кому силу? Мы не будем додумать, почему ты так действуешь? Должен действовать разумно и добросовестно. Ты обратился в управляющую компанию ДЭС. Для чего? Для того, чтобы урегулировать право отношения. Правильно? Я понимаю. Спорное право отношения. Если они не хотят, ты скажи, вы не хотите, без проблем. А что вы тогда бедный свет отключаете у меня? У тебя сейчас есть основания, ты скажи, вот, вот это заявление надо тебе приобщить к заявлению о возбуждении уголовного дела. Вот ты заявление последний раз поднял. Подал? Ты же подал вот это видео у тебя там следователи, кто там приходил? Участковый, кто там? Но, они говорят, я же посмотрел, что у тебя имеется задолженность. Но, если у тебя имеется задолженность, должно быть указано, перед кем имеется задолженность. Кто это лицо, по отношению к которому у тебя имеется задолженность. Ты же демонстрируешь, я готов заплатить, но я должен знать, кому я должен заплатить. Вопросы-то не зря не ставим. Правильно? Здесь вот все написано. Если неправда у них мозгов не хватает на это, где документы подтверждающие, что Ушакова в праве удостоверять документы от имени юридического лица? Их нету. На тебя эти документы не имеют юридической силы. А я говорю, идите в суд. Подождите, идите в суд. С чем идите в суд? У меня нет ни одного документа. С чем я пойду в суд? Я не плачу, потому что у меня нет ни одного документа, наделяющего ту или иную организацию полномочиями принимать денежные средства. В счет оплаты. Давайте мне документы. У тебя сейчас есть, что ты наделила полномочиями, причисленные выше порога свидетельства на копии протокола, указано, что копия получила не имеет юридической силы и не может вызывать юридических последствий. Чем создали заявительную как право участников гражданских получить свое распоряжение имеющая равная и значимость, которая находится на распоряжении общества. Они же распоряжения. У них находятся, должны быть. Все статьи указаны. Кто не надлежащим обманом? Они говорят, тебе в суд в судебном порядке это урегулировать. Как ты можешь в судебном порядке регулировать? У тебя нет ни одного документа. Что в судебном порядке это урегулировать? Есть вам по порядку первое. Сделки между юридическими и физическими лицами осуществляются в письменной форме. Статья 160. При установлении правоотношений уже действует разумное добросовество. Статья 1.10. 185. Ты вправе убедиться в полномочиях представителя. Кто является представителем собственников? Это управляющая организация. А они тебе документы не дают. Как ты должен поступать? Верить насрово что ли? Или как? Бояться и платить. А? Бояться и платить. Нет, подождите, я заплачу еще раз. У меня должны быть документы. Я не собираюсь бегать за кем-либо. Есть вопрос простой. Либо надвижающее исполнение обязательств. Обеспечьте мне надвижающее исполнение обязательств. 406. До представления вами этих документов 406. Я не могу исполнить свои обязательства. Я правильно понимаю или нет. Давание документов я буду исполнять надлежащим образом. Ты отказываешься предоставлять документы. Предоставил документы мне неудостоверенно надлежащим образом. Копии документов не имеют юридической силы. Давание документов которые будут иметь юридическую силу. Я буду с тобой взаимодействовать. А они почему это делают? Ну предположительно. Не представляют документы. Потому что они знают, что эти документы сфальсифицировали. Вот и все. Что же на поверхности? Я что-то Антон не понимаю по-моему. Все по-моему ясно. Ну полицейский не зря оговорился. Безумно и добросовестно. Да. Ну он видно что безграмотный пришел потому что осмотр места происшествия. А ты специалист в этом осмотре места происшествия. Нет не специалист. А если ты не специалист почему ты не приглашаешь специалистов которые установят факты имеющие юридическое значение. Вот мне этот вопрос интересует. Я осмолил ролик внимательно. Да там в протоколе есть отдельная графа по приглашению эксперта. Я спросил говорю а где эксперт? Он говорит да это типа общие протоколы это не обращайте внимания. Не эксперт а специалист. Эксперт специалист он заявляет подавать заявление что не обращайте внимания. Что значит не обращайте внимания? Вопрос а вы специалист что ли в электрике? Вот ты не специалист у тебя нет документов которые подтверждают что ты являешься специалистом нет образования по этой области правильно? А что у нас вот этот следователь или кто там был должностное лицо специалист тоже а почему составляют документы без приглашения специалистов об этом тоже надо говорить на ролике почему эти вещи оставляем без рассмотрения да я на скорую руку ролик с органем еще раз Антон к тебе претензий нет к тебе претензий нет ты собственник ты не обязан все эти вопросы знать а он то извини специалист он за это деньги получает он же должностное лицо ни разу не делал с другими посоветовавши как это сделать как это делается ознакомься с документами специалист должен был дать заключение по вопросу о том правильно произведено отключение произведено отключение или нет каким образом вот это когда производили они произвели отключение а схема то где где схема внесенных изменений должна быть схема под которой согласно которой схема электрических соединений фактическая да и изменения должны быть приложены к акту где акт акта нет надо сейчас тогда чтобы этот полицейский стреливал этот акт заявление подавать на него на его имя Антон есть порядок проведения действий должна быть схема электрических соединений до изменения внесения та которая существующая да и схема изменений внесенных кем должностными лицами вот там их там четыре бегало четыре или сколько там трое всего пятеро всего пятеро пять пятеро пятеро один инженер по энергетике то здесь вопрос даже не только в том что они вот так взяли подцепили этот провод а если кто-то попал под напряжение и что и что лезут в электрики сомн мозгов нет знаний нет а туда же лезут здесь надо на стыке на юридических вопросах их юридические вопросы простые где документы подтверждающие отключение и схема где схемы нет все как они так делают схема-то где отключение электрических соединений надо писать заявление указывать эти рассчитывать что эти которые тут работают вот этот недобросовестно безумно добросовестно видимо первый раз гражданский кодекс следит в полицию пришел там набрали в полицию набирают в основном собираются ничего не знают и знать не хотят и знаний нет ну ладно хорошо документы оформляешь к специалисту тебе трудно обратиться у вас все в городе нет энергослужбы которая может приехать и значит подсказать каким образом все осуществляется наверняка есть да все они прекрасно знают они специально это все умолчают за это он же вообще не хотел этот протокол составлять я вообще впервые этот протокол вижу то есть раньше первые два отключения они вообще такую бумагу не составляли а в этот раз решили составить пусть составляют надо там вопрос надо с ними разбираться давай тихо разбираться последовательно с действием называют протокол они должны были составить протокол осмотра места происшествия создавлен в этом протоколе места происшествия составлен отлично сейчас копию протокола тебе выдали я сфотографировал давай копию мне на прочту отправляю сейчас вот это заявление надо скопировать и отправить к материалам заявление о надлежащем исполнении обязательств выговорить извини вот детство просто мотивирует деньги они вымогают и ничего не делают для того чтобы деньги получить законно отключать ты не обеспечиваешь возможно чтобы эти получения не хотите получать деньги и средства нельзя так делать с одной стороны я деньги хочу получать но документов я тебе никаких не дам и так они действуют сейчас это все фиксируют это все недобросовестные действия недобросовестные действия которые указывают на то что деньги я хочу получать но ответственность нести за противоправные действия не хочу из меня не надо дурака делать я заплачу кому следует мне нравится а ты кстати не обращался с этим кто у вас там еще электрикой занимается какая организация поставляет электричество ресурсники кто восток я же к ним обращался помнишь хотел заключить с ними договор они ответили что они что они через другую фирму какую-то ответили что договор заключен с ДЭС ВЖР и напрямую договор это не заключается 406 ты без разницы можешь кому хочешь платить надо просто направить подтвердить отказ получать денежные средства за потребление электроэнергию в ДЭС скажи УК ДЭС у вас может быть договор хоть с кем заключен для меня УК ДЭС ВЖР это неуполномоченное лицо они не подтвердили свою полномочия представлением надлежащих доказательств и вам надо озаботиться тем чтобы истребовать у них документы подтверждающие наделение полномочия сейчас у них нет этого они вас обманом обманывают вас так приходили четвертый раз отключать я встал у щитка я ну чисто повезло что я вышел думаю дай это сфоткаю на всякий случай что там в щитке творится и слышу там что-то на первом этаже кто-то разговаривает я спустился там этот короче пришли они опять собрались все Матюшенко без маски попал на видео короче без маски наконец-то его лицо есть на видео вот опять они все собрались в пятером и это поднялись к электрощитку я успел встать у электрощитка короче спиной закрыл не подпускал их этот Матюшенко и Дмитрий Викторович Шевневич они предъявили удостоверение я говорю это не является удостоверением личности давайте паспорта они отказались этот мой соратник вызвал полицию и я говорю все ждем полицию оставайтесь на местах они сразу такие типа все нам некогда мы побежали я говорю подождите стоп куда в общем они все разбежались полиция до сих пор едет значит тогда надо будет что значит позвонить в полицию дать отбой почему ну а что ты а что приедут ну приехали и дальше что они все равно приедут у них порядок такой а ну приедут приедут это значит подводите заявление что неустановленные лица опять пытались значит опять пытались попасть значит в щиток мы не допустили подготовка к совершению преступления называется ну да попытка не подготовка а попытка совершения преступления да и подготовка и попытка значит смотри Антон я сейчас посмотрел 166 и 167 статью уголовно-процессуального кодекса связанную с оформлением протокола отдельное следственное действие ну вот этот в погонах давай мы отдельно посидим посидим пообсуждаем я думаю что начнем потихонечку со стороны уголовно-процессуального кодекса работать с этими нам некуда с тобой будет делаться аккуратненько надо будет раскручивать это добро он отказался признавать факт что он меня возил в психушку хотя все его видели ну значит он не только скам так он обыд еще так у нас сейчас получается мы с тобой подали заявление об исполнении обязательств они его отказались получать на почте они отказались его получать без указания причины да это не первый раз просто приезжает курьер и пытается мне в руки вручить а на адресе там просто крест стоит и все то есть ни подписи ни росписи кто отказался по какой причине просто возвращает и все да я этому курьеру обычно говорю нет нифига я вам деньги заплатил делайте повторную доставку так и че он ну уезжает и все агритая все равно в урну выкину и все он в урну это так почта работает это у нас почта россии так работает да да эмс курьеры видишь еще один вопрос надо разрешать а не документы тебе какие-то трек номер там или что там то есть без объяснений у меня даже видео есть вот это то что мы с тобой направляли заявление разъяснение о исполнении обязательств оно до меня еще не дошло я просто это то есть я не знаю что с ним я просто вижу по трек номеру что там отказ это получение адресата надо с документами сначала что там за отказ действительно ли этот отказ чем он подтверждается так получается у тебя документов нет и документы тебе не направляется то есть это вся которая там она тянет время для того чтобы продолжает тебе гадить бегать свет выключает потому что документы у них же цель какая слабое место у них это предоставление документов они документы не предоставляют но деньги бегают вымогают то есть они деньги я хочу а документы я вам не дам как вот я вчера слышал иди на сайт посмотри вот иди сам на сайт и деньги смотри с удовольствием там и деньги на сайте получишь мне документы в письменной форме как равноправный участник сделки вот я вчера внимательно посмотрел этот ролик где этот как он Матюшенко что ли сидел там что-то умничал то он для тебя я-то собственник у меня так была такая война тоже в свое время тоже пригласили начинает что-то их там тоже такая же гвардия приехала я говорю мы-то собственники а вы как-то а вы кто я говорю я представитель собственника вот он перед вами стоит в его присутствии я могу защищать его его интересы вопросы есть документы давайте вот точно так же удостоверение вытащили я говорю удостоверение себе я такие удостоверения вообще знаете сколько их наляпаю читайте статью 312 доверенность нотариальной форме представителя доверенность в нотариальной форме пункт 2 312 статьи там же представители приехали и вот этот мальчик в очках тут рыженький как вот там дмитрий вроде бы разумный парень ему объяснить то же самое документы мне давай оформлено лотариально сделки между тобой и скам так какой-либо организации нет в письменной форме виктор ты сам видел я сделал все возможное чтобы с ними пообщаться к тебе претензий нет к тебе претензий нет это людям надо всем рассказывать как себя вести я так тому что веду людям то надо рассказывать люди не знают себя как вести в этой ситуации показываю рассказываю благодарствую тебе за подсказки в следующий раз буду говорить 312 часть 2 нотариально заверенную доверенность давай да 3 185 тут несколько статей 160 185 пункт 4 312 пункт 2 и 406 в полном объеме все давай мне эти документы в письменной форме выйти в системной взаимосвязи не надо тут много ничего разговаривать и вот с ними начну что-то говорить это все здорово давай так вот мы документы сюда представляем а потом мы с тобой поговорим первое представляет тот кто пришел ты собственник тебе не надо перед каждым каждому демонстрирует что ты что ты здесь собственник ты ко мне в дом пришел а не я к тебе но когда я тебе приду тогда я буду документы представлять когда приходишь документы представляешь паспорт представляешь да при передаче документов так или не так вот точно так же скажи аналогия я к вам прихожу регистрировать документы Ну, обращение, я вам паспорт показываю, представляю, тут точно так же. Какие проблемы-то? Научиться надо зеркалить. Он там говорит, ты там какой-то на сайт, вот ты сам иди туда на свой сайт. На сайт он меня тут посылает. Из-за долгами туда на сайт иди. Кстати, чья-то машина, ты не проверил, кому принадлежит машина, на которой он там рассекает, это Матюшенко. Минник нашелся, бегает там. Подожди, сначала надо разобраться с документом. У тебя же нет, я думаю, сейчас документа. Мы с тобой взяли за основу протокол общего собрания, так, и договор. Правильно? Удостоверенно надлежащим образом. Когда у тебя на руках будут документы, имеющие равную юридическую силу с управляющей организацией, тогда мы можем уже дальше принимать, мы можем опираться на эти документы. У тебя сейчас документов нет, на что ты опираться с тобой? Дурака-то на... Они пытаются из тебя сделать дурака. Ты-то на это не ведись. Сначала документы, потом обстоятельства, которые подтверждаются этими документами, либо опровергаются. Потом установление правоотношения, потом различные другие действия. Последовательность. Часть 1 статьи 196. Порядок прописан. Поэтому мы должны с тобой соблюдать этот порядок. Я сейчас пока от этого порядка не отхожу. Я бы на твоем месте, конечно, снова бы пошел самым самостоятельно. Это заявление подал в регистрацию. У тебя, насколько полно, туда не пускают, да? Ну, в прошлый раз, как тебе сказать, чисто на обум зашли. То есть, никто не знал, что я приду. Сейчас они готовы, что я приду. Не знаю, могут пустить, могут не пустить. Подожди, ты приходишь-то зачем? Ты к ним в гости, что ли, пришел? Скажи, отказ в письменной форме, что вы со мной не хотите контактировать. Зафиксируй, скажи, отказ давай, кто там? Какого-то фамилия-то это вот? Сосеты. Директор Русин. Вот. Ну, как раз на Русина похож. Русин, откажися от денег. Я к тебе приходить не буду, ты для меня никто и звать тебя никак. Откажися от денег. Я тебя не трогать, тебе лепать не буду. Вон у тебя там этих ***, которые готовы платить, в очередь там стоят. Готовы не только заплатить, но и все места облезать. Вот к ним и обращайся. Ясно. Виктор, ясно. Ты что-то заводишься. Подожди, я хочу важный момент озвучить. Я обнаружил еще одно слабое место у них. То есть, как только они приходят, я обычно включал в видео, и, то есть, снимал. Ну, параллельно, если получалось, звонил соратникам, чтобы подъехали. Правильно. Вот. Сейчас я обнаружил еще одно слабое место. Надо, как только узнал, что они собираются, вот, увидел их там, по дворе идут или собираются в подъезде, или только, вот, как только свет вырубили, сразу звонить в полицию. Наряд, короче, пропал свет, кто-то отключил свет. И только потом включать видео и выходить в подъезд. То есть, первым делом полицию вызвать, чтобы удостоверить их личности, кто это такие. Потому что вчера они даже удостоверение показали. Я говорю, а паспорт? А вот когда про паспорт речь зашла, они сказали, они сами намекнули, сами мне подсказки сделали, что кто вы такой, чтобы удостоверять наши личности и требовать паспорта. Не вопрос, давайте полицию вызовем. Все. Как только вызвали полицию, они сразу начали ретироваться. Более того, мы выяснили, что сам учредитель, вот этот Чураков, который бывший директор, ты его видел на видео. Ну да. Вот. Он напрямую контролировал ситуацию. Он постоянно звонил вот этому директору, РЭО-2 Ахмедшину, и тот с ним переговаривался. То есть, непосредственный, я так понимаю, теневой руководитель, это вот учредитель Чураков. На особом контроле стою. Чураков, он здесь не конкретный руководитель, за ним еще стоят. Он просто человек, который запустил этот процесс. Ну, он как бы как управленец. Я посмотрел этот ролик от 2018 года, по-моему, сказал ты, что пошел защищать соседку. Они старательно обходят вопросы, связанные с установлением правоотношений. Подожди, пожалуйста. Просто, подтверди, пожалуйста, мою мысль, что по поводу слабого места сразу полицию надо вызывать, чтобы удостоверить их личности, правильно? Конечно. А первое, кто ты такой, чтобы удостовериться в личности? Подождите минутку. 185-я статья, я собственник. И, значит, порядок регулируется. 185-я статья Гражданского кодекса в системной связи с частью 2 статьи 161 Гражданского процессуального кодекса. Сначала устанавливается личность, затем полномочия, все. Нормы процессуального права нужно применять в полном объеме. Я вот рекомендую, купи себе эту книжечку или выпиши вот то, что я говорю. Там ограниченное число норм, которые позволяют. Процессуальное право, последовательность действий. Часть 2 статьи 161. Сначала определяем личность. Каким образом определяется личность? Личность определяется по документу, удостоверяющему личность, разъяснение Верховного суда. Все. Установили личность, а теперь полномочия. Не представляешь документы, подтверждающие, удостоверяющие личность, но до свидания, когда придешь, удостоверишься, тогда будем с тобой разговаривать. Ведь речь-то идет о гражданских правоотношениях. А не о бандитских правоотношениях. Я правильно понимаю? Ну да. Ну. Если вы действительно пришли, если вы сюда пришли действительно осуществлять все ваши деятельности законно, удостоверяйте свою личность и представьте документы, удостоверяющие полномочия. Не представили документы, удостоверяющие полномочия, применяем 222-ю статью, значит, оставляем без рассмотрения все заявления, все действия другой стороны. Устраните, у тебя действия-то простые, устраните, значит, вот эти недостатки, будем с вами работать. Какие проблемы-то? А сейчас, скажем так, ты мне документы не даешь, значит, я, раз ты не предоставляешь мне документы, у меня есть все основания полагать, что ты действуешь в обход закона. Я говорю, у нас жалко, что люди не применяют нормы процессуального права, они позволяют. По аналогии действуют. И все вопросы разрешать достаточно просто. Первое, удостоверение личное, это документ, удостоверяющий личность, не представил. Ну, давайте так, ребятки. Когда представите, тогда я вас и будем разговаривать. А пока вы для меня никто. Второе, полномочия. Ну, и самое главное, полномочия, это должно быть подтверждение на дату, когда они к тебе обратились. Я правильно понимаю? Для этого и существует выписка из игры и всех остальных документов, а у этих должно быть распоряжение на руках. Кто распорядился-то? Того же Матюшенко, кто распорядился прийти сюда? Кто? Они сейчас этот, значит, теневой, как ты говоришь, гениал, они сейчас беспокоятся, потому что ты ковырнул те вопросы, на которых основана вся их мошенническая схема. Вся. А снова документы. Документов у них нет. Раз документов у них нет, а большинство таких, вот как твоя соседка, готовы бежать и платить, вот они идут, наглые действуют. Матюшенко вчера тебе продемонстрировал, он хотел, нахрапом голосов хотел взять. Спокойно смотришь, наблюдаешь, молодец, будешь вопросы задавать в другом месте, или тебе в другом месте зададут вопросы. Мне зададут вопросы, я отвечу, потребует документ полицейский, я ему представлю. А ты для меня никто, и звать тебя никак. Пришел тут, командовать будешь у себя, дома командой. Я к тебе не подходил, я к тебе не обращался. Давай. Приобщить к материалам дела заявление об исполнении доказательств, обязательств. Я думаю, что вот это заявление об исполнении обязательств надо подать непосредственно, прийти туда, вдвоем, втроем придите по пути, зарегистрируй, отдай. Куда? Будут верещать, скажи, я документы от вас нужду. Что вы не хотите, тогда отказ в письменной форме, я всегда к вам больше ходить не буду, вы мне не нужны. А, в этот, в ДСЖР? Да, конечно. Затягивать-то не надо, это заявление так азырное. Оно позволяет определиться. Ты подал, то есть сейчас, но не дают, скажи, вот они мне не дают документы, я так к ним обратился. Они сейчас могут сказать, а мы не знаем об этом, а значит, содержание этого заявления. Но когда у тебя зарегистрировалось, как не знаете? Вот я вам подал, вы даже мне документы не даете. За деньгами приходите, а документы мне не даете. 406-я статья в полном объеме. Ты не только с них можешь заискать, ты потом все убытки связаны с защитой своего права, можешь с них взыскать. Как раз людям покажешь, каким образом действуешь. Вот подготовили такое заявление, вот подали. Надо людям-то показывать и скажи, вот образец заявления, как надо действовать грамотно в той или иной ситуации. Все. И видео-заявление об исполнении обязательства, передаю в ДЭС, регистрирую там, потом направляю еще в суд, да, приобщить материалом дела. Так, конечно. Ну, у тебя, а подожди, в суд, в суд, в суд, это вопрос 10-й, по суду-то мы потом будем отказываться тебе документы предоставлять. А в первую очередь тебе нужно же сейчас разговор вести, в том числе и по административным делам, и по уголовным делам, которые там пытаются, в вере, по административным делам, которые пытаются возбудить. Я им направил документы, у меня-то это, я-то действую разумно и добросовестно на основании документов. Мне документы не дают, меня туда не пускают. Так, и как я должен? Кого-то пускать, ты шли предоставить документы, будешь с ними разговаривать. Сундуков или как там у вас это, бывший-то, который там что-то консультирует, бывший директор ЛКДСВЖ. Чураков. Без разницы, документы давай. Чего вообще коротко, документы давай, больше ничего не надо, два слова. Начинаешь, что ты говоришь, молодец, документы давай. Мне больше там тупо с ним, не надо ничего бесять, на нормы право ссылаться, документы давай. А где чего посмотреть? Вот иди в интернет, посмотри, там все написано. Он же тебя в интернет посылает это. Так ты скажи, вот иди сюда в интернет, там все написано, читай, я каждую *** буду обучать. Мне этого не нужно. Я хозяин, я здесь хозяин, а не ты. Ты шел лишь слуга, слуга борзевший. Вот когда будешь хозяином, я же к тебе в дом не прихожу, не прихожу, ты ко мне пришел в дом. Какие-то слуги что-то, щуки надувают, ездят на каких-то хороших машинах. Мы им позволяем на хороших машинах ездить, и так-то мы их должны, а не их ноги вытирать. Еще вопросы есть, Антон? Да, что по иску, который в суде находится, делать? То есть мы там апелляцию подали, дополнительную апелляцию подали, частную жалобу, частную жалобу, и тишина, ни определения, ничего не присылают. Ну, позвони, вот все делается просто. Направил, они зарегистрировали. Набираешь номер телефона, спрашиваешь, так, я тут что-то тут направил, я тут попытался с вами тут разговаривать, что-то я не вижу никакой реакции. Пошевелитесь, пожалуйста. Я хочу знать, что там с моей частной жалобой. Вот тут у меня уже подготовлена большая куча этих частных жалоб. Я хочу еще, я хочу с вами в переписку вступать в активную, мне это очень нравится. Скажи, мне очень нравится, когда в одном заявлении будет частная жалоба на частную жалобу, на определение на частную жалобу, на определение на частную жалобу, на определение на частную жалобу и на целый лист. Ясно, сделаю. И звонишь в день по три раза, утром, в обед, вечером. Это опять я не вижу документов. Электронная почта указана. Электронная-то почта указана. Ну, скажи, электронная почта указана, в чем дело-то? Где документы? По почте? Ну ладно, по почте. По почте вы мне отправьте, а в электронном-то виде направьте, я чтобы знал. А то вчера пришло, прислали мне, это просто для интереса, вчера прислали мне определение об отказе в разъяснении, заявлении о разъяснении решения суда. Хохотали весь вечер, прикалывались. Три месяца он думал. Мы ему задали вопрос судье. Решение вынес, а имя, отчество свое не указал. На кем это отчество, какое, почему ты от меня его скрываешь? Ответ. В решении все ясно и понятно. У меня там дурак на дураке. Все научились включать дурака. С ними надо точно так же по-дурацки разговаривать. С дурачком по-дурацки, с умником по-умному разговаривать. Вот этот парень, который, как он, Дмитрий, да, вроде бы? Ну, вроде бы, парень-то нормальный. Но единственное, может быть, что-то он не понимает, он поэтому так себя и ведет. Он не понимает, как правильно себя вести. А так-то видно, что парень-то вроде бы доброжелательный, тоже, может, много чего не понимает. С ним надо диалог вести. С людьми, которые пытаются понять, которые, ну, пытаются, по крайней мере, он же не демонстрирует агрессию. Он пытается с тобой разговаривать. С ним нормально можно разговаривать. А вот с этими всеми остальными тварьми, которые пришли воровато, воровато пришли в наши дома хозяйничать. С ними разговаривать надо только. Документы давай, и будем с тобой дальше разбираться. Что с тобой разговаривать? Я притяжу, первое, получу документы, потом проверю чистоту, а потом все остальное, будем с тобой разговоры вести. Умники нашлись. Последовательно, здесь нормы процессуального права предусмотрены, достаточно хорошо прописаны. Да, ты, если заметил, я вам полицейским это вручил, это возражение на исковое заявление, то есть они удивились. Я им говорю, вот здесь все правовые аспекты. Ну, то есть это приехали полицейские, которые знают меня по приюту. То есть здесь есть в городе Сургут приют, там 140 собак, короче, я их защищал. Они туда приезжали, на нашей стороне выступали, и они видели, как я себя веду, как я разговариваю. Там против меня 30 женщин было, один против них всех с видеокамерой. Ну, короче, интересное тоже видео. Они меня знают, все, раз они ко мне хорошо, он говорит, я вас знаю, ну, все, проходите, чай попьем. Вот вам это правовые основания. Вот они нормально разговаривают. А когда она меня, как говорится, открывает рот и произносит невнятные речи в грубой форме, с повышенным тоном, ну, смысл с ним разговаривать? Конечно, нет, нет смысла. А то, что возражение я прослал, если какие-то вопросы, пусть возникают, пусть консультируются. Я сразу скажу, что в нормах гражданского права, вот многие из них вообще нули, особенно в жилищном. Жилищные, в взаимосвязи с гражданским законодательством, они не понимают. Я вот сходил, приглашали меня на встречу в Следственный комитет, сама следователь говорит, ну, мы спокойно разговаривали, доброжелательно так. Сидели, два часа разговаривали, я давал пояснение, она говорит, у меня такое ощущение, что вы, говорит, это, вот это гражданское законодательство, это как другая какая-то планета. Я говорю, да я не другая планета, я говорю, вы просто принципы плохо знаете. Но она сама призналась, говорит, да, здесь эти вот, поэтому, говорит, у нас не могут ни действовать нормально, ни людей защищать нормально. Не умеют, потому что не понимают. Вопросы-то ведь простые. А смотри, вот нормы гражданского, там, гражданского, жилищного законодательства нужно связывать с нормами процессуального законодательства. Вот как только научился это связывать, все, их там норм-то немного. Я их наизусть вот уже выучил, и прямо тебе говорю, часть пятая статьи 67, часть вторая статьи 161, и часть первая статьи 196. Все, вот они во взаимосвязи, последовательность действий. Все, все легко, любой элемент вырываешь, и все, все, рушится, вся, вся конструкция, люди этого не знают. — Благодарствую за подсказку по поводу налаживания мостов. Да, я забыл полицейским сказать, что там в шапке номер указан на бумагах, пускай звонят, проконсультируют. Надо напоминать людям, чтобы обращались. Расклад можно даже из письменного видеть, но я говорю, полиции надо помогать. Там есть много очень хороших ребят. Полиции надо помогать, судьям надо помогать. Почему? Потому что не сразу. У меня эти были, вот у меня первые конфликты, вот когда я пошел только в суды, тоже конфликты были с людьми, с различными судьями, в том числе. Были конфликты, потом постепенно, постепенно они стали понимать меня, о чем я говорил. Стали поддерживать. Не сразу, постепенно. Они сначала думали, что пришел какой-то горлопан. А когда начал, говорят, да что здесь, все же простые вещи. Стали поддерживать. В одном судебном деле я там был приглашен, не только я там был, 10 или 11 юристов фирменных. Они все ко мне подошли, говорит, Виктор Владимирович, давайте вы будете полностью наше сообщество представлять юристов в этом судебном процессе. Я говорю, да как вы, я не против, конечно, представлять вас всех. Единственное, что у меня много судебных процессов, я-то могу и опоздать на судебный процесс, как я буду вас представлять? Вот было такое в 15-м году у меня. Давай вот мы сейчас, самое первое, что нужно тебе сделать, зарегистрировать это заявление, Антон. Это основополагающие действия. Это основа всех дальнейших наших с тобой действий. Еще раз, не предоставление тебе документов, а ты уже получил документы, которые не имеют юридической силы. Это как бы маленький козырь, они тебе, они подставились. Ты уже говоришь, так извините, мне предоставили документы, которые не имеют юридической силы. Я не вправе ими руководствоваться, этими документами. Я к ним обратился для того, чтобы они мне предоставили документы, имеющие юридическую силу. Как только кто-то из них удостоверит эти документы, мы дальше начнем двигаться. Порядок у нас, мы порядок соблюдаем. Сначала удостоверение документов добиваемся того, чтобы в нашем распоряжении были документы, имеющие равную юридическую силу с нашим контрагентом. Получили документы, потом принимаем решение и действуем. Уже по содержанию этих документов начинаем разбираться. Откуда, чего и как взялось. Другого нет пути. Хочешь выигрывать, действуй медленно, не торопясь, продуманно. У нас же дом строят, наверное, на фундаменте. Но для того, чтобы фундамент положить, надо сначала котлован вырыть. Да, прежде чем котлован вырыть, надо провести изыскание. Правильно ведь? А у нас сразу все на чердак бегут. На чердаке у нас там рыбы висит, вялиться. Какая рыба может висеть, если дом не построен? Дом в любой момент рухнет. Без котлована, без изыскания, без соответствующих закреплений в документах. Слушай, еще сообщение о совершенном преступлении по поводу позавчерашнего отключения отправил. По поводу вчерашнего прихода их тоже сообщение о совершенном преступлении отправлять? Ну, там несовершенное преступление. Подготовка и попытка? Попытка, совершение. Ну, ты не знаешь, скажем так, попытка, либо не попытка. Ты же не знаешь, они пришли, и они ушли. У тебя речь-то идет о чем? Они пришли, ты их не допустил до щитка, не допустил в связи с отсутствием, с непредставлением тебе документов, подтверждающих их полномочия на совершение таких действий. Вообще заявление, конечно, подать нужно. Почему? Потому что ты потом будешь ссылаться на эти документы. Что ты всегда в любой ситуации требуешь предоставления тебе документов, подтверждающих личность и полномочия. Это все правильно. Продолжение следует... Продолжение следует...